что мы уже почти у цели так улица литейная по ней я вечером как раз проезжал мимо вот этого здания с часами номер центр кинези терапии знаете отчисли точно ходят пять минут седьмого время у вас у нас лювер стоит который показывает на север надымил-то надымил а вот кстати ребят чуть мы не прошли сквер в котором как раз 700-летию поставили памятник да немножко уже темнеет я вам предлагаю прогуляться по этому скверу как раз в сторону фонтана а он еще и со световым оформлением но сейчас еще не так темно но я думаю мы сейчас этот момент с вами еще успеем заметить потому что сейчас пока я гуляю вот по этим торговым рядам которые смотрите старинные здания такие еще построены ой даже боюсь соврать в таком году но есть конечно уже отреставрированные давайте ребятки полюбуемся фонтаном вообще вода она всегда успокаивающие действует так что кто сегодня сильно возбужден пожалуйста полюбуйтесь и успокаивайтесь что-то маловато давление тут может так конечно все задумано красиво а вот наши торговые ряды вот сейчас видно сразу разницу старой кладки и новой кладки да и там вот обвалившийся уголок который а ее спереди просто декоративным кирпичом закрыли ясненько теперь все понятно да вот это вот еще старой кладки сразу видно кирпич не современный вот она разница сразу ощущается здесь мы еще в старине а здесь уже хоть и под старину сделано но уже не то клин купеческий да много тут торговых рядов так а мы ребятки идем с вами к памятнику подойдем а здесь у нас как раз памятник чайковскому и друзья памятник чайковскому стоит как раз на фоне троицкого собора я читаю на здании написано что дом культуры с 1955 по 1956 год это значит получается советские времена когда велась политика разрушения всех храмов и соборов здесь просто взяли и выбили эти цифры точнее ну да буквы дом культуры и цифры на самом деле это ребятки троицкий собор основан в 1802 году является памятником культуры вот вот такая у него памятная здесь доска и площадь тоже видите называлась соборная потом называлась в скобках советская теперь она тоже зовется вновь соборная как как и раньше хотя хотя вот здесь на доме написано площадь советская 29 дробь 2 пойдемте мы как раз сходим за троицким собором вот такая здесь колокольня уже отреставрирована конечно сам собор находится уже в очень плачевном состоянии но говорят что церковь взяла его сейчас под свою опеку опеку и все это дело сейчас будет реставрироваться и восстанавливаться а это у нас церковь ребятки это у нас перед нами воскресенская церковь пойдемте поближе полюбуемся как ее отреставрировали уже купола все блестят и на колокольне колокольня вообще как крепость стоит так называется храм воскресения христова памятник истории культуры 1712 года посмотрите как она сделана здесь это же вот тоже старинное здание к ней пристроено я конечно могу ошибаться хотя окна на свод со сводами сделаны под старину да ну конечно сам троицкий собор прям в плачевном состоянии да и требует немало вложений чтобы это все восстановить в прежний вид так ребятки мы немножко сбились с курса и ушли мы от девочки грибницы немножко в сторону не дошли мы до нее но сейчас вернемся и через соборную площадь мимо торговых рядов выйдем мы к тому фонтану но если этот фонтан здесь работает почему не должен работать фонтанчик там где сама девочка сидит в центре да с этой стороны с лицевой со стороны самой площади сам собор закрыли ширмой такой чтобы чтобы его разрушенный вид не очень бросался в глаза возродим храм вместе так ну а здесь у нас современное здание трактир первого разряда что у нас тут банк совком банк и наверное еще какие-нибудь конторки ну красота конечно вот здесь старины это полиция так идем мы вдоль торговых рядов блин да уже солнышко село небо еще светлые постараемся успеть дойти до девочки гребниц да здесь как и в старину все разобрано под магазины все торговые ряды смотрите какая красивая арочка сделана с иконой с иконой да памятная табличка торговые ряды 1886 по 1888 года это это год постройки значит получается два года строили говорят что раньше они были деревянные но прошло очень много пожаров их сделали кирпичными михая здесь парковочные места так паркуются видно по слуху все все по загибали перила смыть так ну вот он фонтанчик дошли мы и до него да мы просто немножко свернули сквер сначала и прошли там той стороной посмотрите действительно как пахнет стариной так пока не стемнело а тут даже стемнеет сейчас еще красивше будет огоньки здесь уже но их маловато конечно их только у самой девочки рядышком говорят что это не подлинник а это копия наверное так и есть ну что друзья наступает сумерки город погружается в ночь а мы с вами любуемся фонтаном и нам тоже пора уже домой и 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 пора идти тем более что досюда я уже два с половиной протопал теперь еще два с половиной обратно но ничего для здоровья это даже очень хорошо а для впечатлений еще лучше вот такие здесь у нас старинные торговые ряды обед завтрак и ужин называется зоши до 108 как раз здесь вот проходит по этой улочки по ней я вчера здесь и заворачивал уходил налево да и пойдемте мы сейчас вот под фонарями под такими красивыми вечерними пройдем до того фонтана посмотрим принципе они сделаны по одному я так понял по одному образцу в центре большие такие столбики а по краям уже струйки потоньше да здесь как в старинный городок попадаешь но сейчас мы дойдем до фонтанчиком и зайдем прямо сам центр этих торговых рядов да здесь немножко покрасивший сделали пан огоньков добавили и танцующие струйки так пойдемте прогуляемся конечно если там что-то будет видно центр центр вот этих торговых рядов сейчас посмотрим уютный такой скверик и от дороги далеко тихо спокойно здесь уже темновато клин купеческий выставка это вот на табличке таблички ага и стрелку у нас показывает налево так а налево у нас спортивный клуб а вот здесь интересно ворота кованые смотрите и написано иванова лавка и указан год 1886 работал тимофей челышев и такой еще амбарный замочек старинный но за этими воротами наверное ничего нет это как памятник архитектуры остался да там стена скорее всего да красиво ведь из кованого металла сделано вот эти все цифры буквы и приклепаны они получается да да потому что да клепочки вот я смотрю каждая буква прибита на клепках потому что раньше сварки не было в те времена ну вот смотрите как вроде бы мелочь а так приятно погрузиться в старину ну вот 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 Продолжение следует...